Встреча с Людмилой Крапивной уже изначально предполагала быть лирической. Такой уже не облик. Изящная женщина, обладающая особым, утонченным вкусом и каким-то только ей присущим шармом. И работы, будь то воздушные, проникновенные, тонкие акварели, роскошные гобелены или яркие фотографии, все говорит о том, что вернисаж этот – открытие для зрителя и откровение для автора. Да и сама встреча проходила в необычно приятной какой-то домашней обстановке. То ли аура такая исходила от Людмилы Петровны, то ли положительная энергетика собравшихся играла свою роль. Она уникальная, конечно, женщина, очень мудрая, творческая, очень сильная личность. И от нее можно всему учиться, она всегда поддержит, она всегда подскажет, поможет. Архитектор по образованию художник в душе. Это своеобразный дуэт, который в исполнении Людмилы Крапивной зазвучал в унисон. 32 работы, все разные, все индивидуальные, каждая любимая. Стиль, направление – это не главное. В искусстве что-либо можно отнести только с позиции времени. А вот вдохновение, оно к автору приходит во время работы. Я представляю, в общем, работы, которые сделаны за последние пять лет. Это и пленерные работы акварели, и графики немножечко, ну и гобелены, конечно. Ну, гобелены – это мое увлечение уже многие-многие годы. Но сейчас, в последнее время, особенно на своем изоляции, я сделала много работ. Вот буквально за 3-4 месяца я сделала 6 работ. Всегда, когда начинаешь творчески работать, всегда испытывает какую-то радость. Ну и когда начинаешь какую-то работу, в общем, до конца я не знаю, что же из этого получится. А по ходу работы уже что-то там дорабатываешь, что-то доделываешь, ну и результат получается какой-то. Ну и, конечно, хочется, когда это законченная работа, уже хочется показать. А вообще я такой индивидуалист. Я не люблю, когда у меня за спиной кто-то стоит и смотрит, видит незаконченную работу. Художник Людмила Крапивная самобытна. У нее особенное отношение с искусством. Это не профессия, это жизнеощущение. Отсюда глубина картины близкая людям суть изображенного на листе бумаги. То ли это красивые уголки Бреста, деревенские пейзажи, портретные акварели. И тут же гобеленовый взрыв эмоций, буйство красок в ткани и нитях. Все как-то реально, ощутимо. И в каждой работе чувствуется архитектор. Настолько точны и выверены мазки на бумаге и вышивки на холсте. В ней чувствуется, что она все-таки по образованию архитектор. Поэтому в ее и акварелях, ее и гобеленчиках, все это где-то все равно какой-то нитью прослеживается. Что она человек все-таки творческий архитектор. Она никогда не сложит просто так руки. Она всегда будет добиваться целей, ставить цели, добиваться и идти вперед. Потому что жизнь прекрасна по-любому. Но есть и другая ипостась Людмилы Крапивной. Она прекрасный галерист. Белард. Этот художественный салон для многих стал стартовой площадкой в мир искусства. Скольким художникам я дала путевку в жизнь, это, в общем, даже трудно сосчитать. Но многие, конечно, это был первый, так сказать, толчок, направление в путь искусства. Это такие сейчас известные художники, как Игорь Романчук, Татьяна Потворова, Анна Чапурная. Вот и на слуху такие известные фамилии. Я уже не говорю о том, что у меня выставлялись и очень известные, знаменитые художники наши, белорусские, брестские. Такие, как Иван Яковлевич Фетисов, Леонтий Довбуш, Михаил Сергеевич Толмачев. Ну и много-много других. Я говорю, всех, да, всех сразу так и не вспомнишь. За 25 лет работы галереи Людмилой Петровной было организовано 76 выставок маститых художников и начинающих. Она мне нашла, подобрала такие слова, которые мне помогли дальше развиваться. То есть она увидела во мне потенциал. И она как бы так, как сильная женщина. И как бы у меня увидела какую-то такую эту силу творческую. И в общем-то она, да, как бы усилила у меня уверенность, что надо работать, надо продолжать. Пару работ взяла на реализацию в свою галерею и сразу практически запланировала мою первую поистовку. Она организовывала этот художественный процесс в городе, знакомя брещан и гостей города с новыми именами художников. Она же многих открыла, многим дала дорогу в жизнь художественную. Она, обладая замечательным вкусом художественным, все это так делала, абсолютно не понижая планку уровня художественного. И сама еще она художница. Это вдвойне как бы ценно галерейщик, художник, организатор. И этот белар, который она вела все эти годы, это было не просто галерея. Это было место общения наше. Это был клуб, клуб сердец художников. Друзья, близкие, родные люди все собрались, чтобы поздравить Людмилу Петровну с открытием вернисажа. Открыли для себя прекрасную незнакомку, которая многогранна в своей ипостаси. И та радость нежных чувств, которую она подарила всем присутствующим на вернисаже, та готовность отдать себя всю людям, говорит о том, что совсем скоро последуют и другие выставки вернисажа, а значит яркие краски творческого калейдоскопа Людмилы Крапивной еще не раз порадуют брестского зрителя.